Кадровые перестановки в администрации региона. Сразу два заместителя губернатора покидают свои посты. Качество работы не зависит от количества начальников. Администрация округа уменьшит количество руководящих должностей. Учли народное мнение. В администрации округа прошло общественное слушание по проекту бюджета на ближайшие три года. Ань Тарова, здравствуйте! С главными новостями этого дня в студии Валентина Чибичек. Кадровые перестановки в администрации округа. Свои посты покидают сразу два руководителя профильных департаментов Ненинского округа. Об этом сегодня объявил глава региона Игорь Кошин. Администрацию покидают два моих заместителя. Это Ненеля Алексеевна Семешкина и Галина Бориславовна Медведева. Тем не менее, они остаются в команде Ненецко-автономного округа. Я хочу их поблагодарить за активную, очень ответственную работу, потому что в крайне непростое время они привели к единому знаменателю и систему здравоохранения в округе, и систему образования и культуры. Исполнять обязанности руководителей Департамента образования, культуры и спорта и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты пока будут и заместители Лина Гущина и Александр Балабон. Галина Медведева продолжит работу в качестве советника губернатора. Ненель Семешкина уходит на заслуженный отдых, но будет продолжать консультировать социальный блок. Решение о назначении новых руководителей губернатор примет после соответствующих согласований с федеральными структурами и собранием депутатов Ненецкого округа. Также сегодня на заседании администрации было принято постановление о сокращении руководящих должностей в администрации округа. Основная задача постановления – оптимизировать структуры исполнительных органов власти и снизить количество руководителей разных уровней. Минимальные размеры численности структурных подразделений будут выглядеть следующим образом. Не менее 11 человек для управления, не менее 5 для отдела, не менее 2 для сектора. Ранее для управления допускалась численность от 7 работников. Для остальных подразделений она и вовсе не регламентировалась. Оптимизация структуры органов власти и системы подчиненностей позволит уменьшить количество руководящих должностей. Этот показатель не должен превышать 30% от общего количества сотрудников. Ограничение числа государственных гражданских служащих категории главной консультанты будет рассматриваться индивидуально при согласовании штатного расписания подразделения. Структура исполнительного органа государственной власти округа будет утверждаться губернатором по согласованию с двумя заместителями – руководителями аппарата и финансового блока. В Наринмаре состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2017-2019 годы. Слушания прошли в обстановке максимальной открытости. Жители региона проявили неподдельный интерес к формированию главного финансового документа Ненецкого округа. Актовый зал администрации, где проходило мероприятие, был полон. Те, кто не смог присутствовать, имели возможность следить за ходом обсуждений в режиме реального времени на нашем телеканале. Бюджет будущего года будет исполняться с дефицитом чуть более чем 800 миллионов рублей. Доходы округа составят немногим более 12,5 миллиардов рублей, а расходы – порядка 12 миллиардов 800 миллионов рублей. В последующие 2018 и 2019 годы прогнозируется нулевой дефицит и профицит регионального бюджета. Верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа на все периоды составит 4 миллиарда 100 миллионов рублей. На 2017 год планируется погашение кредита в размере 3 миллиарда 300 рублей и получение кредитных организаций в размере 4 миллиарда 100 миллионов рублей. На 2018 и 2019 года планируется погашение кредитов в размере 4 миллиарда 100 и получение в том же размере. На обслуживание государственного долга в 2017 году потребуется 581,3 миллиона рублей. Татьяна Лагвиненко напомнила, что неопределенности, высокая волатильность курса доллара и цены на нефть приводят к снижению доходной части окружного бюджета. Она, как известно, формируется в основном за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений. Наиболее крупным и стабильным является налог на имущество организации. Он полностью зачисляется в региональный бюджет и в 2017 году составит более 5,5 миллиардов рублей. По следующему виду налога, имеющего существенную долю в доходах, это налог на прибыль организации, имеется отрицательный тренд по уменьшению. Налог на прибыль организации в окружной бюджет прогнозируется на 2017 год в общей сумме более 1,5 миллиардов рублей. По налогу на доходы физических лиц ситуация более благоприятная. Это стабильно собираемый налог. Прогноз налога на доходы физических лиц в окружной бюджет составил на 2017 год в сумме 1,363,000,000 рублей. Впервые за последние несколько лет произошло столиевское снижение доходов по проекту Харегинское месторождение. Динамика поступлений с 2012 года отражена на слайде. Пиковые доходы пришлись на 2014-2015 годы. В 2016 году доходы снижаются более чем на 60%, что не могло не отразиться на бюджете округа. На сегодня речь идёт об ожидаемом поступлении всего 2,393,8 миллиона рублей. В соответствии с сегодняшними реалиями доходной части необходимо проводить секвестр расходной части бюджета, отметила в своём докладе Татьяна Лагвиненко, чем сейчас и занимаются основные распредители бюджетных средств. Расходы окружного бюджета на 2017 год распределяются по разделам бюджетной классификации следующим образом. С максимальной долей 26%, как и было ранее, остаются расходы на образование. Общая сумма расходов в 2017 году составит более 3,3 млрд рублей. Чуть меньшую долю занимают расходы на социальную политику – 18,6%, в размере 2,394 млрд рублей. Расходы на национальную экономику занимают долю 15,4% и составляют порядка 2 млрд. Расходы на здравоохранение занимают долю 9,7% с суммой 1,244 млрд. Чуть меньше доля жилищно-коммунального хозяйства – 9,6%. В суммовом выражении составляет 1,236 млрд. рублей. На фоне остальных субъектов Российской Федерации у нас ситуация более благополучная. Мы на втором месте по индексу бюджетных расходов и на девятом месте по индексу бюджетной обеспеченности. Приоритеты Министерства финансов помогают тем регионам, у которых индекс бюджетной обеспеченности значительно ниже единицы. Мы пока превышаем эту планку. После представленного проекта бюджета на трехлетний период все желающие смогли задать свои вопросы, замечания и предложения. Из наиболее острых и актуальных системы питания в школах и занятия детей в кружках и секциях. В частности, было предложено снизить стоимость питания в школах и таким образом снять с родителей необходимость частичной оплаты. Напомню, сегодня питание в школе на одного ребенка стоит 97 рублей в день в городских школах и 107 в сельских. Снизить стоимость этого питания мы не можем. То есть, существуют нормы СанПИНА, где четко определено 10-дневное меню и, исходя из этого, сформирована именно эта стоимость. То есть, снижение недопустимо. Бесплатно будут питаться дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, студенты профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по очной форме и проживающие в общежитиях, обучающиеся и проживающие в школах-интернатах. Каким образом будет налажено питание остальных детей, пока не решено. Идет активное обсуждение двух позиций. Первое – софинансирование 50 на 50 процентов. Это, по словам Лины Гущиной, позволит оценить востребованность этой услуги. Ведь ни для кого не секрет, что многие дети не едят школьные обеды. Вторая позиция – образовательное учреждение предоставит на выбор различные позиции меню. Что взять на обед, каждый ребенок решит самостоятельно и, соответственно, оплатит в стопроцентном объеме. Впрочем, пока законопроект проходит стадию активного обсуждения. Кроме того, волнуют жители округа и занятия детей в кружках и секциях. Потому что родители переживают, смогут ли они это осилить. Ввиду того, что слухи ходят разные, а конкретной суммы еще нет. Пока только был опрос. Лично по себе могу судить. В спортивном учреждении сумма от 800 до 1000 за секцию. Но если ребенок посещает 5 секций, в том числе, предположим, художественную школу, у нас очень высокая занятость детей в этом плане. Что здорово, потому что если вы сейчас вводите оплату, вы представляете, сколько сейчас детей окажется, ну, просто неудела. Бесплатные категории – это те дети из социально незащищенных слоев и также проявившиеся выдающиеся способности. То есть в порядке приема сейчас четко отрабатываются учреждениями, кого они включают. То, что я и на встрече озвучила с губернатором, да, то есть по музыкальным школам – это дети как раз предпрофильное обучение, как раз то, что самое дорогое у нас для бюджета. То есть эти дети будут учиться бесплатно. Далее, на условиях софинансирования 20 на 80, то есть 20% от стоимости услуги для бюджета будут платить родители, 80 будет возмещаться из бюджета. Эти суммы действительно варьируются, но мы определяем нормативно стоимость по направлениям, суммы варьируются от 400 рублей до 2,5 тысяч, да. То есть понятно, что где-то даже секции внутри, они стоят по-разному, поэтому если вам давали, да, то есть секция тоже она, ну, ее комплектование может быть различное, поэтому стоимость внутри учреждения может быть различна. То есть возмещение, но четко по этим стоимости, которые я озвучила, выше платить не имеют права, иначе учреждение просто-напросто на эту услугу субсидию не получит. То есть эти условия жестко будут контролироваться. После тщательного изучения проекта бюджета жители округа задавали вопросы и по суммам, которые были им непонятны. Например, в бюджете запланирована сумма в размере более 500 миллионов рублей на субсидию по ЖКХ. Что это за субсидия, из чего она складывается, так прозвучал один из вопросов. Специалисты пояснили, эти средства направляют на покрытие разницы между тарифами и реальной стоимостью коммунальной услуги. Житель платит не полную стоимость коммунальной услуги, а частично. То есть, если говорить о городе-поселке Искатели, то жители оплачивают порядка 85% стоимости коммунальных услуг. На селе житель платит 15%. Если это переводить на среднюю статистическую семью из трех человек, то в среднем стоимость субсидии даны на семью в городе-поселке Искатели около 16 тысяч рублей в год. По селу это 186 тысяч рублей. Жители Индиги волнуют судьба школы-долгостроя в поселке. Объект должны были сдать в марте 14-го и затянули. По словам Михаила Фомина, сегодня долгострой вызывает большие вопросы. Подрядчик допустил большие отступления от проекта. Сейчас департамент настаивает на проведение экспертизы. В ближайшее время в Индигу отправятся специалисты профильного департамента. По итогам публичных слушаний сформированы рекомендации по проекту окружного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Наринмаре проходит международная встреча. Вторая научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина» собрала специалистов из России, Норвегии, Индии и Шотландии в повестке дня развития телемедицины и перспективы международного сотрудничества. Повышать качество медицины с помощью современных технологий. Такой целью задаются все страны мира, в которых идет активное внедрение телемедицины. В Индии, например, жители горных поселений могут общаться с врачом и передавать данные по мобильной связи. В Северной Норвегии готовится нормативная база, которая защитит персональные данные пациента в электронных медицинских карточках. Для России и Ненецкого округа в частности телемедицина тоже не новое явление. За более чем 10 лет работы в этом направлении в округе открыты 17 телемедицинских кабинетов. Какие вопросы решает телемедицина и что Ненецкий округ может перенять у передовиков в этой области? Об этом шла речь на первом рабочем дне Международной конференции «Арктическая телемедицина». Международный опыт как один из главных двигателей развития телемедицины. Вторая научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина» объединила всех, кто заинтересован в использовании современных технологий на благо здоровья. В числе участников – представители как российских регионов, так и зарубежных организаций. Я вижу хорошие перспективы сотрудничества между Ненецким округом и нашим университетом, потому что у нас хороший уровень компетенции в том, что касается хирургии и эндоскопических процедур с помощью телемедицины. В Индии телемедицина начала внедряться более 20 лет назад. Сегодня организации уже подводят первые положительные итоги – растущий охват населения телемедицинскими услугами, оснащённость организацией современным оборудованием. Теперь даже в отдалённых горных поселениях есть возможность получить консультацию специалиста из столичной здравницы. Но затруднения всё же остаются, например, в части правового обеспечения. Здесь необходимо разработать современные способы защиты и передачи персональных данных пациента. В этом преуспели коллеги из Северной Норвегии. Специалисты университетского госпиталя в городе Трёмся не первый год работают над законодательным сопровождением телемедицины. Прежде всего, надо иметь стратегию, как в этом плане работать дальше. Надо постоянно находиться в диалоге с властями. Надо действовать даже при внедрении каких-то новых методов в рамках действующего законодательства. Надо делать первый шаг, затем следующий – сразу всё не осилить. Осилить большой объём предстоящей работы можно. Формат международной конференции – уникальная возможность делиться опытом. Самое важное в этой конференции – что мы можем обменяться знаниями и определённым опытом, поучиться друг у друга очень многому. Ненецкий округ для нас это очень интересная территория в плане сотрудничества, потому что плотность населения здесь низкая, огромные территории, огромные расстояния. То есть присутствуют все эти вызовы, которые телемедицина должна решать. И мы посмотрим, как это будет дальше двигаться в Ненецком округе. Для нас это будет очень интересно. Ненецкий округ нельзя назвать новичком в мире телемедицинских технологий. С 2000 года были открыты 15 телемедицинских кабинетов в отдалённых поселениях округа. Специалисты окружной больницы регулярно общаются с сельскими учреждениями. Если в 2010 году онлайн-консультаций было чуть более 300, то в 2016 уже более полутора тысяч. Врачи из сельских учреждений прошли обучение и побывали на стажировках. Кроме того, в регионе разработано специальное положение, где прописаны организационные, экономические и технические аспекты внедрения телемедицины. Достичь таких показателей удалось благодаря участию в проекте Баренцева секретариата и Минздрава Норвегии. В планах медицинского сообщества округа расширит сеть телекабинетов. Для этого Ненецкий округ подал заявку на получение гранта. Баренцева программа по здравоохранению предполагает, что мы, норвежская сторона, мы представители университетской больницы, то есть мы государственные учреждения, мы должны свой рабочий вклад внести. Это наше рабочее время, организации тех же семинаров, стажировок, обучения и так далее. Это мы должны. И, естественно, Ненецкий округ тоже должен нанести свою лепту в основном в виде рабочих часов. То есть вклад наш и Ненецкий, собственно, будет в виде рабочего времени, а всё остальное внешнее финансирование покроет Баренцева программа по здравоохранению Минздрава Норвегии. Возможности сотрудничества и взаимодействия в сфере телемедицины участники конференции обсудят во второй день. 25 ноября с докладами выступят специалисты из Архангельска, Москвы, Казани, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Кто такие нефтяники и чем они занимаются? Компания «Лукоил Севернефтегаз» провела день открытых дверей для школьников. Будущие выпускники узнали много интересного о профессии недропользователя. Я бы в лукоиловцы пошёл, пусть меня научат. В современном мире существует множество специальностей, которые можно получить в средних и высших учебных заведениях, и большое количество сфер деятельности, где потом можно применить полученные навыки. Чтобы школьники региона не заблудились по пути к будущей профессии, выбирать им её помогают на предприятиях Ненецкого округа. Так специалисты «Лукоил Севернефтегаза» провели для школьников профориентационное мероприятие, после которого выбор ребят может пасть на нефтегазовую сферу. О происхождении, разведке, добыче и подготовке нефти, промысловом оборудовании и работе на крупнейших месторождениях компании. Кажется, за два часа ребятам рассказали буквально всё о том, как и кто добывает чёрное золото на территории региона. И если для большинства ребят вопрос о выборе нефтянки не стоит или теперь будет рассматриваться как вариант, то Артём Козулин уже давно определился, пойдёт в нефтегазовую отрасль. Скорее всего, свяжусь в своей жизни с нефтью и газом, но георазведка, скорее всего. Получить образование в профильном вузе – это ещё полдела. Чтобы стать грамотным специалистом отрасли, студенты или выпускники нефтегазовых учебных заведений должны стремиться попасть на производственную практику или стажировку в поле. Такую возможность предоставляет «Лукоил». К слову, в компании все начинают с азов-оператора или лаборанта. Любая инженерная должность предполагает получение опыта, знания, по профессии. Поэтому, в первую очередь, они проходят стажировки на рабочих местах в разных направлениях, чтобы определить для себя наиболее выгодную. И, соответственно, при результативной деятельности, при возможности, конечно, мы повышаем молодых специалистов. Возвращаясь к выбору, стоит отметить, чтобы разведать месторождение и начать добывать чёрное золото, необходимо большое количество людей самых разных специальностей. За одним словом, нефтяник, кроется целый арсенал профессий. Буровики, операторы по добыче нефти, геологи, слесари, технологи, энергетики и многие другие. Выбор будущих выпускников школ огромный. Подобные профориентационные мероприятия для «Лукоил Севернефтегаза» уже стали традиционными. Сотрудники компании помогают ребятам определиться с выбором будущей профессии и сделать его в пользу профильных вузов страны. Отмечу, что среди молодых специалистов «Лукоил Коми» 90% – выпускники САФО и Ухтинского государственного технического университета. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.3wtrksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Лакомбой, до свидания.